МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» с главными событиями дня. Вас познакомит наша корреспондент и я, Ольга Пырочкина. В российских регионах продолжают обсуждать послания президента страны Владимир Путин. Сделал ряд важных заявлений, обозначил конкретные поручения членам правительства и главам субъектов. О задачах, которые предстоит решать на местах и оценках работы республиканских властей, репортаж Дмитрия Ковалева. Каждое послание президента по сути становится стратегическим документом. Именно оно определит курс развития страны на ближайший год. Владимир Путин обращается к федеральному собранию уже в 13-й раз. Сюда, в Георгиевский зал Кремля, приглашены депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, главы регионов и представители общественных организаций. Всего более тысячи человек. Программный документ политологи разобрали детально. В этот раз президент сделал акцент на экономической политике. Уже сейчас, говорит Владимир Путин, наметился промышленный рост. Необходимо двигаться вперед, сделав упор на экспорт другие страны. И главную роль в этом вопросе отводят властям регионов. Сильная международная конкуренция закалит и оздоровит нашу экономику. Обеспечит российским компаниям новый уровень эффективности, качество товаров и услуг, производительности труда. Надо четко определить, какой вклад в экономический рост внесут улучшение делового климата, запас крупных инвестиционных проектов, наращивание несырьевого экспорта, поддержка малого и среднего бизнеса, другие меры, какова будет роль регионов и отдельных отраслей производства. Через три года, отметил президент, страна должна нарастить позиции в глобальной экономике. Предпосылки для этого необходимо создать уже сегодня. Эксперты говорят, что выигрыши останутся регионы, делающие ставку на благоприятный инвестиционный климат. Климат в Чувашии благоприятный. Не хуже, чем, скажем, в Ульяновской области. Может быть, конечно, Татарстан еще надо догонять чем-то, но в среднем с лидерами Чувашии смотрится неплохо. Вектор технический кластер Чувашии, на мой взгляд, может быть целым для России таким образцом лидерского проекта. И такого рода проекты надо тоже поддерживать. Глобальные перемены должны произойти и в области медицины. Задача президента сделать акцент на модернизации первичного звена и продолжить оснащение больниц современной техникой. Руководитель Минздрава страны отмечает, что в республике эта работа уже налажена. По словам Вероники Скворцовой, Чувашия находится в лидерах по многим показателям. Это касается и сферы материнства и детства, это касается и медицины взрослых. Вот, есть подвижки. И снижается общая смерть, снижается смерть восприя основной группы цифровой. Поэтому я хочу пожелать только успехов здравоохранения Чувашии. Вообще, отмечают политологи, в послании президента сделан акцент на внутренней политике и решении первостепенных проблем россиян. Впрочем, многие программы развития, озвученные Владимиром Путиным, республика уже начала реализовывать. И образовательная, и строительство школ, и аграрный сектор, все у нас оно, мы начали. Только программа, то, что сейчас сегодня говорил президент России, мы два не усилить просто надо. То есть направления, которые мы взяли, и в России, они идентичны. Это послание социально ориентированное. В первую очередь, это поддержка социальных групп горожан. Ну и работе контрольно-надзорными органами уделяется внимание, что меньше беспокоит малый бизнес. К реализации задач, которые озвучил Владимир Путин, власти регионов уже приступили. Как и в прошлом году, после оглашения о послании, будет сформирован пакет поручений правительству и главам регионам. Как они реализуются, будет контролировать лично Владимир Путин. Генрид Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика из Москвы. В своем послании президент страны уделил внимание и грядущему году экологии. Владимир Путин поручил заняться уборкой наиболее загрязненных мест и ликвидировать несанкционированные свалки. В Чувашии эта работа уже началась. Между тем, эксперты предлагают сделать республику модельной территорией для отработки механизма частного государственного партнерства по строительству полигонов ТБО. Пример тому завод по переработке отходов, работающий в Новочебоксарске. В Министерстве промышленности и торговли России сейчас готовят стратегию развития отрасли обращения с отходами. Именно в этом документе будут прописаны лучшие практики уже реализованных проектов. Эксперты отмечают, что консессионер за управление отходами и власти нашей республики выполняют взятые на себя обязательства. И это главный показатель. Напомним, что уровень тарифов за утилизацию мусора неоднократно становился предметом детального исследования нескольких комиссий Общероссийского народного фронта. Одни эксперты считали, что они завышены, другие нет. Точку в этом вопросе поставили специалисты. Тарифы достаточно приемлемые. И, конечно, заключение ограничений не более чем 430 рублей за куб. То есть это, мне кажется, достаточно нормальный согласительный вариант, который определяет именно ту цену, которую определяет непосредственно консессионер по договоренности с своим консессиентом. В качестве консидента выступает Министерство природных ресурсов в республике Чувашии. Людмила Варфломеева считает, что неконструктивное обвинение в адрес консессионеров, совместно с которым в республике был построен полигон ТБО, сдерживает развитие подобных очень нужных регионам проектов. Если какие-то есть замечания у наших активистов местных, они всегда могли бы в конструктивном ключе сказать. Вот это вот нам не нравится, вот это вот, пожалуйста, учтите то-то. Своими организованными политическими действиями получается, что наша отрасль инфраструктурных инвестиций будет искусственно, это в условиях санкционного прессинга, искусственно сдерживаться. А это мы, как я работаю еще в качестве члена Совета по инвестиционной политике, допускать никак нельзя. Треть пожаров в России происходит по причине плохого состояния электросетей. Такие данные озвучили сегодня на заседании Республиканской комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Тема сегодняшнего заседания – фальсифицированная кабельная продукция. Покупателям приходится выбирать между плохим и очень плохим товаром. Таково мнение экспертов относительно нынешней ситуации на потребительском рынке кабельной продукции. Его наводнил фальсификат и контрафакт. Качественная продукция есть, но она значительно дороже, и это делает ее непривлекательной для родового покупателя. В рамках своих независимых проверок мы наблюдали на рынке кабель, который действительно не соответствует, то есть конкурировать с ним просто невозможно. То есть мы имеем хорошее оборудование на заводе, прогрессивную технологию, выпуска этих изделий, в принципе, но нам просто невозможно конкурировать. Чувашкабель в числе полутора сотен предприятий, которые подписали своего рода кодекс чести, специальную декларацию об этике работы на электротехническом рынке, создание документа – инициатива Международной ассоциации «Электрокабель». Впрочем, только эта мера рынок от фальсификата и контрафактного товара не избавит. Нужен комплексный подход. Информирование покупателей, выявление поддельных сертификатов. Что касается госзакупок, то тут тоже есть интересный вариант. Мы предлагаем очень простые вещи. Мы просто предлагаем вам начать просто в пилотном хотя бы варианте, посмотреть на стадии комплектования, не на стадии уже сдачи в эксплуатацию, а на стадии комплектования объектов, например, социального назначения, школ, детских домов, больниц. Вообще, какая продукция поставляется? У нас есть, мы не просим, мы готовы за свои средства это все произвести, просто вот в порядке доброй воли, готовы привлечь торгово-промышленную палату, давайте выйдем на какие-то объекты и просто сделаем средства. Глава Чуваши предложение оценил. Председатель Кабинета министров тут же предложил объекты, которые сейчас строятся, детские сады и школы. Так что выводов, а значит, и каких-то решений ждать долго не придется. Среди границы времени попытаются участники форума Чуваши будущего стратегии развития 2030. 8 и 9 декабря совместными усилиями представители Общественной палаты России Чуваши некоммерческой организации, эксперты агентства стратегических инициатив сформируют проект развития нашего региона на многие годы вперед. Заявку на участие подали более 400 человек. Второй по счету форум также пройдет в совершенно новом для Чуваши формате. Форсайт в дословном переводе означает «взгляд в будущее». Это направление зародилось в России в 2011 году, а через год и чувашские эксперты взяли его на вооружение. 30% запрогнозированных проектов в республике уже работают или находятся в процессе реализации. И это не случайность. Мы создаем образы и картины будущего, того будущего, в котором нам хочется жить. Это получается некая ретроспектива. Мы видим будущее и идем назад. И строим каждую точку, что мы должны делать в тот или иной промежуток времени, для того, чтобы это будущее было. Но успех возможен только при грамотном взаимодействии общества и власти. Выстроить эффективный диалог участники форума смогут на многих переговорных площадках. Главные темы – экологическое просвещение, здоровье населения республики, молодежные кадровые и социальные проекты, общественный контроль и экспертиза. Организатором форума выступила Общественная палата Чуваши. Для общественности – это важное событие. Тем более, что в этом году палате наши пять лет. И нам есть о чем говорить. Мы можем подвести некие итоги деятельности Общественной палаты совместно с некоммерческими организациями по развитию гражданского общества в Чувашской спорте. Кроме того, участники форума «Чувашия будущего. Стратегия развития 2030» смогут представить свои разработки, лучшие из которых будут поддержаны и реализованы. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика. На очередном заседании антитеррористической комиссии обсудили меры по снижению рисков возникновения техногенных катастроф, связанных с террористическими посягательствами на химическом производстве. Необходимо свести на нет риски возникновения аварий и совершения противоправных действий на предприятиях страны. Особенно на тех, где хранятся, производятся и используются опасные радиационные, химические, биологические вещества и материалы. Такую задачу поставил перед членами Совета безопасности президент России Владимир Путин. Новочебоксарский химпром уже готовит план антитеррористических мероприятий. Фактически он сверстался, есть там отдельные детали. И, кроме всего прочего, там возникла только тема, связанная с согласованием с надзорными органами по железнодорожной. Речь идет о внутренних железнодорожных путях на территории предприятия, которые составляют 46 километров. В этих проектах документов сейчас вы актуализацию проводите? Да, как раз, Николай Сурович, абсолютно правильно вы заметили, да. Речь идет как раз об этом. О том, чтобы исключить из железнодорожных сетей, которые находятся внутри предприятия, часть сетей, которые, в принципе, просто не используются на протяжении 10-15 лет. Со стороны ГКЧС прозвучало единственное пожелание руководству Новочебоксарского химпрома. Обо всех инцидентах на территории химпрома незамедлительно информировать кабинет министров республики и руководство города для оперативного принятия соответствующих мер по избежанию чрезвычайных ситуаций. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. 3 декабря во всем мире отмечают Международный день инвалидов. В рамках этой даты в Чувашии проходит множество мероприятий. Одно из них – республиканский спортивный фестиваль для тех, чьи возможности здоровья ограничены. Эти люди уже давно доказали, что им под силу многое. Обычная работа, учеба, творчество и даже спорт. И с года в год они поражают своей целеустремленностью и самоотверженностью. Ограничения здоровья не должны быть помехой для достижения успехов, высоких результатов в любой сфере деятельности, в том числе, конечно же, и в спорте. Касаясь спортивной деятельности, адаптивного спорта, хочу сказать, что только за 2016 год наши спортсмены завоевали 12 золотых, бронзовых, серебряных медалей на крупнейших международных соревнованиях. Среди них бадминтонист Юрий Степанов, который всего месяц назад привез чемпионата Европы бронзовую награду. В спорт он пришел лишь после того, как пересел на коляску. Начинал с малого. А сейчас Юрий возглавляет спортивный клуб инвалидов «Феникс», привлекая в его ряды людей с ограниченными возможностями. Спортивный фестиваль инвалидов уже проходит 18 раз. С каждым годом у нас все больше чисто участников в данных соревнованиях. Я сам начал тоже свою спортивную карьеру с этих соревнований. Здесь показывают себя потом, у кого есть желание, они дальше продолжают заниматься спортом. Данил Копылов в спорте тоже достаточно давно. На протяжении шести лет он занимается дартсом, завоевывая призовые места на всероссийских и республиканских соревнованиях. Однако мотивируют его вовсе не медали. Мне нравится дартс, потому что там учатся меткости и много друзей приходится туда. Если о дартсе, настольном теннисе, шахматах и шашках многие слышали и раньше, то спортивная игра Джокола пришла в Чувашию совсем недавно и уже приобрела популярность. Забить шайбы в лузы оказалось не так уж и просто. В фестивале спорта наряду с мастерами участвуют и новички. Разногласий между профессионалами и первоприходцами не было, потому что здесь они одна сплоченная команда. Екатерина Абрамова, Сергей Адушкин, Республика. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин